Привет, на связи Шамшурин. И если ты смотришь это видео, значит для тебя интересна тема, как найти жену или хорошую девушку для отношений. Если ты еще не подписывайся на мой канал, а вообще видишь меня впервые и думаешь, что за мужик там на той стороне экрана, то я тебе рекомендую обязательно ознакомиться с моим каналом и подписаться на него, потому что там ты найдешь почти 500 видео на тему общения с девушками, успеха личностного роста и мотивации и так далее, и так далее, и так далее. Итак, подписывайся, а сейчас мы с тобой перейдем к теме, как найти жену. Многие думают, что девушку для серьезных отношений, серьезные отношения, это, кстати, те, в которых люди вот такие, когда они не улыбаются, когда они смотрят Comedy Club и говорят, тебе смешно? Да, мне смешно. Вот, то есть те, которые, ну как бы, я вообще не понимаю слово серьезные отношения, потому что для меня любые отношения, они как бы, ну, они серьезные, то есть ко всему надо относиться как к должному, как к происходящему. Итак, они думают, что найти девушку для серьезных отношений можно в какой-нибудь библиотеке, в книжном магазине и так далее, и тому подобное. В этом есть доля правды, и, наверное, все-таки по большей части так, потому что проститутку, ну вот, с Кутузовского, наверное, вряд ли вы встретите в книжном магазине. Хотя, с другой стороны, может быть, она пришла туда купить какую-то книжку, как найти себе олигарха там и все прочее, почему нет. С другой стороны, вы также в библиотекаршу и такую вот серую мышку, там, какую-то домашнюю девочку, можете встретить и в клубе, потому что есть такой же обратный стереотип, что в клубе нормальных девчонок не бывает. Ну, в клубе просто приходят с какими-то другими целями, то есть, но также вы можете ту же библиотекаршу встретить и в клубе, потому что, например, она пришла на день рождения своей подружки раз в полгода, и так получилось. Но к чему я это? То есть, это не значит, что есть только два места для поиска серьезной девушки, там, серьезных отношений, любимой жены, то есть клуб или библиотека. Они водятся везде повсеместно, если ты сейчас заглянешь за окошко своего офиса или дома, или выйдешь на улицу к ближайшей остановке станции метро, то ты увидишь огромное количество красивых девушек, и потенциально с любой из них ты можешь построить серьезные хорошие отношения. Если же, конечно, у тебя все хорошо, по-твоему, и тебе ничего не мешает, то тебе в самый раз сейчас пора начать действовать. Что я имею в виду? А я имею в виду то, что твоя девушка сама по себе к тебе не придет, аист ее не принесет на волшебном вертолете, и так далее, она не появится. То есть, возможно, ты будешь медитировать, возможно, ты будешь визуализировать, но еще раз, ты мужчина, то есть ты – это действие, поэтому тебе нужно совершить определенные действия, и опять же, их может быть много, их может быть мало, никому неизвестно, но чем больше ты этих действий будешь совершать в этом направлении, а это очень важное направление – личная жизнь, тем скорее ты эту девушку найдешь. И может быть даже будет, знаешь, какая фигня прикольная, то есть ты будешь совершать, совершать, совершать действия, пройдет полгода или там три месяца или год даже, и ты поймешь, что, блин, все не то, все не так, как только ты расслабишься, эта девушка придет, появится, ты, возможно, познакомишься с ней где-то в очереди к стоматологу или просто в продуктовом супермаркете, может быть даже такое, или где-нибудь в банке, когда будешь оплачивать штрафы ГИБДД, как это обычно я делаю. Вот, значит, смотри, что касается женщин, я могу здесь тебе очень хорошо и очень сильно помочь. Я человек, обучивший огромное количество учеников, огромное количество мужчин разного возраста эффективного общения с женщинами, то есть я прокачал талант общения с девушками очень многих людей. Что мы можем делать на тренинге? То есть мы можем убрать твои страхи, твои неправильные убеждения относительно женщин, твои какие-то рамки, которых на самом деле не существует, которые только у тебя в голове и больше нигде. Мы дадим тебе схему, которая в принципе схемой не является. То есть схема нужна тебе только на первых порах, потом ты станешь самим собой. То есть ты встроишь в свою нормальную обычную жизнь навык эффективного общения с девушками, эффективного позиционирования, чтобы ты был главным в отношениях, а не девушка. При этом всех все будет устраивать. Итак, для того, чтобы записаться на тренинг, жми на ссылку, которая есть под этим видео. Если ты все-таки решил самостоятельно применять какие-то, принимать какие-то действия в своей жизни, тогда давай я тебе расскажу, что бы я тебе посоветовал. Начни сам. Поехали. Здарова еще раз, буквально 5 секунд твоего времени. Если ты давно смотришь мой канал или совершенно недавно наткнулся на меня в ютубе и еще не был на моем сайте всетвои.ру, то сейчас у тебя есть отличная возможность его посетить. Для чего? А вот для чего. Там тебя ждут целых 5 бесплатных видеоуроков. 5 подарков от меня для тебя. Бесплатно. На тему общения с девушками. Как познакомиться с девушкой для серьезных отношений. Что написать девушке. Как проводить свидания. Как обрабатывать возражения типа я не знакомлюсь, у меня есть парень и так далее, и так далее. Многое другое. Плюс в чем, то что ты можешь прямо сейчас их скачать, посмотреть и применить их на практике и соответственно получить свой результат вот незамедлительно прямо сегодня. Поэтому еще раз, заходи на сайт всетвои.ру, который находится внизу в описании под этим видео. Скачивай эти бесплатные подарки от меня. Начни их применять и присоединяйся к тем мужчинам, которые нравятся женщинам, то есть о которых мечтают все девушки. Это был Шамшурин. Продолжай смотреть. Вообще неплохо бы, чтобы у твоей девушки и тебя была не только общая любовь, уважение, страсть, взаимность и так далее, а еще какие-то общие интересы. Это очень круто, это очень сильно сближает. Поэтому первое, что тебе надо сделать, продумай, какие интересы должны быть у твоей женщины и соответственно продумай, где дислоцируются, где водятся, где распространены эти девушки. И начни их искать в тех местах, в тех районах, скажем, в тех сферах, которые тебе нравятся. Как только ты встретишь, как тебе кажется, подходящую кандидатуру, не торопись сразу бежать в ЗАГС. Обязательно я бы сделал следующее. Я бы вовлек ее в какие-то отношения. То есть, например, не просто вы ходите за ручку по ресторанам, все круто, но, например, ты попросил ее вместе с собой поехать на дачу, чтобы она помогла перетащить какие-то коробки, там упаковать их и так далее. Посмотри, как она относится к этому. Естественно, что мужчина должен платить. То есть, это за счастье для любого мужчины быть добытчиком. Но в какой-то момент, может быть, на третьем свидании, я бы тебе порекомендовал попросить ее заплатить за чай, под предлогом того, что ты забыл бумажник. Но только не извиняйся, скажи, слушай, я тут торопился, бумажник забыл. Ты же меня сегодня угостишь. Посмотри на ее реакцию, потому что женщина, которая любит мужчину или которая интересен мужчине, она готова вкладываться. То есть, это нормально, когда девушка дарит тебе какие-то подарки, там футболочки, духи, что-то еще. То есть, когда она о тебе заботится. И ты как раз посмотришь на ее реакцию. Может быть, тебе нужно съездить с ней в какое-то недлинное путешествие, ну, там недельку, например, или дней 10, и пожить вместе в одном помещении. Естественно, что там не будет бытовухи. Бытовуха, она все-таки отягчающие обстоятельства. Но так или иначе, ты проведешь с этой женщиной в одном помещении, проспишь в одной кровати какое-то количество дней. И, может быть, здесь ты поймешь, что это именно та, о которой ты мечтал всю жизнь. Или, наоборот, это совсем не то. Не то, что тебе нужно. Кстати, по поводу угостить тебя или что-то в этом духе, как мне сказала одна красивая, прекрасная девушка, и мне это очень понравилось, что женщина, мужчина – это одно крыло, женщина – это другое крыло. И, конечно, в идеале тебе нужна девушка, которая сможет вытащить тебя из любой тюрьмы в стране третьего мира, то есть у нее будут такие ресурсы. Может быть, не все обладают такими ресурсами, но хотя бы, чтобы у нее было такое желание тебе помогать и заботиться. Скажи, что ты очень любишь вкусно покушать, то есть тем самым намекнув ей на то, что неплохо было бы приготовить тебе какой-то еды. Может быть, она пригласит тебя к себе в гости или принесет в каком-то контейнере какие-то прикольные блинчики. То есть, ну, сделай так, чтобы помоги ей проявить заботу. Сделай так, чтобы она эту заботу проявила. И смотри, как она на это реагирует, проявляет она ее или нет. Кстати, что касается сайтов знакомств, это очень распространенная штука. И прикол в том, что большинство мужчин, там, твоего возраста в частности, они знакомятся в сайтах знакомств, потому что для вас это единственный способ практически. Ну, либо какой-то клуб, опять же, о котором мы говорили вначале, либо сайт знакомств. Я лично крайне категорически не рекомендую, несмотря на то, что по статистике каждый четвертый брак в России он происходит после знакомства и с сайтов знакомств. Почему не рекомендую? Потому что нормальная, востребованная, хорошая, красивая девушка, она и так пользуется вниманием, поэтому ей не обязательно там сидеть. Второй момент. Сложно заинтересовать, не общаясь в живую. Третий момент. Ты приходишь на свидание, понимаешь, что на фото было намного красивее, чем в живую. Может быть, она курит, может быть, ругается матом, может быть, у нее плохо пахнет, может, это вообще усатый, волосатый мужик, который пригласил тебя, чтобы, не знаю, вырезать твою почку. Но я критически не рекомендую использовать сайты знакомств. Какие плюсы у живых знакомств по сравнению с знакомствами в интернете? Да, одни сплошные плюсы, потому что ты сам можешь визуально, тактильно выбирать сразу любую девушку, которая тебе нравится. Именно этому я учу тебя на моих тренингах. Соответственно, ты можешь сразу понять, как от нее пахнет, как она смотрит, какой у нее голос. То есть очень многое, очень многое ты можешь понять сразу. Плюс сразу же можешь ее очень сильно заинтересовать в себе. Да, и когда ты пригласишь девушку на свидание, которое тебе понравится, напоследок хочу тебе следующее сказать. Одна из основных ошибок мужчин в том, что они начинают выпендриваться своими плюшками, ресурсами, возможностями, типа вот у меня то, у меня все, у меня часы, у меня галстук, там у меня дача, квартира, я тебя туда повезу, туда повезу. Если тебя напрягает то, что девушки ищут в тебе только деньги, и то есть ты много раз с этим сталкивался, и ты хочешь найти ту самую хорошую, я хочу, чтобы ты понял, что проблема и причина только, скорее всего, в тебе и в твоем позиционировании. Здесь все очень просто. Попробуй не водить в какие-то супер пафосные места девушек на свидание, хотя я знаю, как будет. Как только девушка нравится тебе больше, чем остальные, ее значимость поднимается до небес, и ты такой думаешь, а, боже, я должен отвезти ее в какой-нибудь метрополь и так далее. Это все фигня. Ты должен усилием воли понять, что этим ты только все испортишь. Поэтому водишь ее в обычные места, обычно одеваешься, не надо приезжать там на своем Роллс-Ройсе с водителем, если уж тебя так сильно парят, что девушки, может быть, хотят от тебя только денег. Вот какие-то такие советы, я надеюсь, что они были тебе крайне полезны, потому что я считаю, что это действительно элементарный истин, о которых мужчины часто забывают или просто не знают. Я приглашаю тебя к себе на обучение. Ссылка под видео внизу жми. Также подписывайся на мой канал, если ты еще не подписался. Ставь лайки, дизлайки. Это был Владимир Шамшурин. Увидимся. Пока.